Пустое дело пытаться пересказать словами музыку Вивальди или набросать на листке картину Рембрандта. Точно так же непросто подобрать эпитеты к ощущениям от яркого и насыщенного похода. Это надо пережить. 22-й год подряд тверские ученики, журналисты, военные, преподаватели вузов и школьные учителя оставляют работу, комфорт города и отправляются за десятки километров, чтобы сменить костюмы на штормовки, привычный быт на походную жизнь. В этом их поддерживает наш медиахолдинг Тверской проспект. Зачем абсолютно разные люди нашего города каждый год вместе уходят в леса? Об этом в нашем сюжете. До начала комплексной научно-патриотической экспедиции водными путями Великого водораздела МСТА-2021 остается чуть более недели. Она стартует 24 июля от деревни Березовский рядок Балаговского района и завершится в Боровичах Новгородской области. Готовиться начали заранее. Еще весной был проработан маршрут, определены места стоянок, поставлены научные задачи, проведены переговоры о встречах с местными администрациями. Как отметил руководитель экспедиции Андрей Зиновьев, маршрут интересный, но в то же время непростой, особенно при низкой воде. Здесь есть и пороги, и шеверы. Наша стоит задача посмотреть не только интересное геологическое состояние этой местности, оно действительно интересно. Там есть пещеры, там есть подземные реки, которые, конечно, мы посетим и которые посмотрим, которые меняют, кстати, свое русло, поэтому практически ежегодно надо смотреть их состояние. Но есть и масса интересных исторических объектов. В их числе и археологические объекты времен Неолита и более поздние стоянки славян, которые селились по руслу Мсты. Комплексный характер исследований по таким важнейшим темам, как военно-патриотическое, краеведческое, биолого-этнографическое, экологическое, позволит создать отчет достойный серьезного издания. Ведь члены экспедиции, в том числе школьники, выполняют задания, которые им дают научные центры региона. В прошлом году, к примеру, от Объединенного музея мы получили задание по поиску остатков тех укреплений, тех дотов, дзотов, которые сохранились с Великой Отечественной войны. Экспедиция этого года 22-я по счету. Первые 20 проходили под флагом Тверской жизни. Их возглавлял кандидат технических наук, действительный член русского географического общества Гарри Горевой. Но в 75-й день Победы на 81-м году жизни сердце Горевого остановилось. Редакция газеты «Тверская жизнь» умерла годом раньше. Поэтому бывшие сотрудники редакции переняли эстафету. И теперь второй год организатором комплексных экспедиций выступает наш медиахолдинг «Тверской проспект» совместно с 17-й школой Твери. В этом году на байдарках по мсти отправятся преподаватели вузов, журналисты, военнослужащие студенты, школьники, члены туристического клуба «Непоседы». Количество участников 25 человек. Немаленькое. А потому без поддержки друзей не обойтись. Самое главное – дополнительные плавсредства экспедиции предоставили Федерация спортивного туризма Тверской области и Региональный союз ветеранов военно-морского флота. Перед выездом пережившие не один поход байдарки турклуба «Непоседы» 17-й школы приходится внимательно проверять. Игнорирование этого правила может закончиться провалом экспедиции. Большинство нашего флота – это старые добрые советские еще проверенные таймени, у которых каркас металлический, но со временем и металл выдерживают не все нагрузки. Поэтому и болтами соединяем, и заклепываем те или иные элементы. Немаловажный вопрос – питание. Ведь, как известно, голодный турист – злой турист. И в этом вопросе экспедицию по мсте поддержала компания «Знаток», которая предоставила превиант на всех участников на неделю. Именно столько будет длиться переход. Среди партнеров научно-патриотической экспедиции – Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России, Тверской государственный университет. На протяжении всех лет неизменной задачей экспедиции становилось посещение мест боев и захоронений вместе с ветеранами и молодежью в селах, через которые прилегал маршрут. И на этих встречах действительно слова уступали слезам и гордости, а ощущение родины не нуждалось в каких-либо пояснениях. И что особенно важно, дело не оканчивалось самими походами. Впечатления, фотографии и материалы бережно собирались, оформлялись, архивировались. Этот поход в том числе поможет той цели, к которой всегда стремился основатель школьного турклуба «Непоседы» Гарри Семенович. Сохранение народной памяти о великом подвиге россиян, единение жителей региона, а главное, конечно, приобщение сегодняшних школьников к туризму и краеведению. Турклуб «Непоседы» способствует такой деятельности, когда люди начинают увлекаться походами, водными походами, пешими походами, открывая для себя новый мир не только в компьютерах. Пусть романтика проливного дождя, мокрого спальника, порванной байдарки на очередном топлике и клеящих ее замерзших рук понятны немногим. Но это и есть жизнь. Без лицемерия, предательства и цинизма. Жизнь, в которой можно оставаться только честным. Перед встречающими тебя на маршруте людьми, перед командой, перед самим собой.